Друзья, здравствуйте. Ну что, ждет ли нас кровавая война Кадырова и Путина? Что будет с деньгами диктатора после его смерти? И вступит ли Кремль в новую войну против Израиля? Об этом мы не только поговорим сегодня с экономическим аналитиком, а специалистом по нефтегазовому рынку, востоковедом Михаилом Крутихиным. Михаил Иванович, здравствуйте, рад вас видеть. Добрый день. И о нефти, и о газе, и о деньгах, и о Ближнем Востоке поговорим чуть позже, но начать бы с этой громкой историей все-таки хотел. Кадыров объявил кровную месть, кошельку Путина, как его называют, олигарху и сенатору Керимову. Тот, по версии Кадырова, готовил на него покушение и задележки бизнеса. Ну и по факту это такая уже, как пишут, кровавая война, которая объявлена чуть ли не самому Путину, потому что Керимов никогда не скрывал, что действует с полного согласия как раз того самого Путина. Ну и, как я понимаю, сейчас такой цуксванг определенный, да, и наказать Кадырова довольно сложно, потому что можно дестабилизировать ситуацию в Чечне, но и как бы такой выпад в собственную сторону вроде оставить без внимания тоже Путину как-то и не к лицу. Как вы видите вот эту ситуацию? К чему может привести вот эта вот волна в целом раздела какого-то нового бизнеса в России, который мы наблюдаем в последнее время? Нет, я думаю, что это, ну, грызутся где-то там внутри. Академик Кадыров может все что угодно болтать, потому что он может нарушать уголовный кодекс, потому что кровная месть, это у нас даже призыв к ней, это уголовное преступление. Всем наплевать, это не правовое государство. Это, ну, отдельные банды могут поссориться друг с другом, привлекая внимание главного своего пахана, который должен где-то там их усмирить, урегулировать, уладить этот конфликт. Скорее всего, конфликт тоже будет улажен, возможно, даже при посредничестве Путина, потому что он не собирается своих приближенных, ну, таких приближенных наказывать. Наказывают за что? За то, что не поделился, не по чину украл. Ну, а это, ну, милые бронятся, только тешатся. А вот часто мы используем вот эту формулировку, да, кошелек Путина. А что это на практике значит, Михаил Иванович? То есть это, грубо говоря, этот человек владеет деньгами, которые де-факто принадлежат Путину, а де-юре, ну, например, в образно Кериму. Ну, доказать это вообще невозможно никак. Я знаю несколько людей, лично знаю несколько людей, которые, ну, были специально посланы за границу для открытия там счетов, для того, чтобы следить за тем, чтобы эти деньги там находились и хранились, приумножались за границей. И вот, ну, в России оставались иногда заложниками их члены семей, иногда просто за ними устанавливали какую-то слежку на всякий случай, чтобы не убежали с этими денежками. Но некоторые из них вынуждены были вернуться в Россию, потому что, ну, чтобы не проболтались. То есть публика, которая за границей держит какие-то деньги в интересах российских руководителей, а трудно сказать, чьи там конкретные интересы прослеживаются. Ну, кто-то из самой верхушки вполне возможно. И поэтому, ну, называют, когда Керимова таким кошельком, то это пока это неподтвержденные слухи. Вот, когда появится какая-то информация, ее можно будет комментировать уже в деталях. Я часто с своими собеседниками обсуждаю политические последствия, там, не знаю, вероятной смерти Путина, да, естественной. Ну, вот на день рождения его, конечно же, об этом мы тоже говорили. Но мне вот всегда было интересно, а что же будет с этими огромными состояниями, которые Путину вроде как принадлежат, а вроде как и не принадлежат. То есть, ну, наверняка найдется сразу куча наследников этих денег. Путина ведь не зря называют, чуть ли не одним из самых богатых людей в мире. Мы вот видели расследование и про его сыновей, и дочери у него есть, и есть, наверное, ближний круг, который захочет лапу наложить на это состояние. Начнется ли, ну, просто боюсь даже представить, что может начаться в войне за вот эти вот неучтенные, неучтенные грязные деньги, которые после смерти Путина, черт его будет знать, даже кому будут принадлежать. Ну, мне как-то даже не очень интересно следить за тем, что как наследство будут делить, финансовое наследство будут делить. Ну, действительно, и свара может начаться какая-то, и что-то типа гражданской, в кавычках, войны между наследниками Путина, политическими наследниками Путина. Мне интересно посмотреть на перспективу. Ну, да, представим себе, что Путина, ну, нет, вот вдруг исчез он. Был, это же давно уже обсуждается, где-то, по-моему, лет пять тому назад на рижской конференции, там специальная сессия, это такая конференция, которую натовцы организуют каждый год. Там была специальная сессия, а что будет с миром, если Путина не станет. Вот там 40 минут, говорили, говорили, я не выдержал, наконец, руку поднял, но меня попросили из зала высказаться. Я сказал, какую вы проблему обсуждаете, ну, нет тут никакой проблемы, что в России мало отставных подполковников КГБ с криминальным прошлым, как у Путина в мэрии Санкт-Петербурга, с фальшивой диссертацией, никому неизвестных в России широко. Ну, да, вот не будет его, но и на экране появится какая-то новая физиономия, и через три дня российская покорная аудитория будет воспринимать его как спасителя России, как лидера страны и так далее. Вот формально получится как раз так, но если вдруг его, что называется, не станет, то тут возникают сразу другие какие-то проблемы. Продолжит ли Россия, вот в данном случае уже не Путин, а Россия, продолжит ли она свою вот политику, ту самую агрессивную политику, ну, имперскую, некоторые ее называют, грабежа соседей, захваты чужих территорий, убийств, насилия. Я думаю, что здесь будет внутри России соперничать какие-то два, ну, с одной стороны, кто-то из его приближенных постарается отречься от всего наследия, вот этого тяжелого политического, и попытается наладить отношения с Западом в интересах отмены санкций хотя бы для него и для его приятелей лично. Вот будет такое движение, я не сомневаюсь. Будут, ну, какие-то позывы к демократизации в России для того, чтобы Запад все-таки эти санкции отменил и пустил вот эту публику к их кошелькам за границей. То есть вот что-то такое я ожидаю. Когда говорят, что начнется гражданская война, распад России и так и так далее, я не очень это понимаю, потому что, ну, Россия в ее границах 91-го года – это единый все-таки организм. Я не могу представить, чтобы Ивановская область от Костромской области вдруг начали отделяться или каким-то образом распадаться, ну, Хабаровский край, например. Я не представляю. Во-первых, это очень здорово связано финансовыми потоками регулирования из центра. Второе. Вы не можете стать независимым государством, не пересекая границ каких-то соседей для налаживания экспортных и импортных связей с заграницей. Ну, в общем, этот организм, я думаю, он сохранится каким-то образом. Да, будут неприятности, будут финансовые проблемы у людей, будет, ну, много будет нехорошего, вплоть до какой-то типа гражданской войны, хотя это я, вряд ли я это все предчувствую, но уход Путина, он ничего этого не решит. Будет опять какая-то вот страна, к которой придут, ну, а где вы найдете порядочных людей, которые создадут новый административный аппарат? Вот нынешний административный аппарат, он основан на казнократстве, естественно, на перенаправлении, ну, как назначают начальника, ну, какого-нибудь полномочного представителя Путина в регионах, или министра, или руководителя крупной государственной корпорации. У него не нужно быть там семи пядей во лбу, не нужно проявлять какую-то инициативу, надо быть лояльным начальству, которое туда его поставило на этот пост, это первое. И второе, осуществлять контроль за денежными потоками и с бюджета государственного, и в бюджет государственный, чтобы на контроле вот этих денежных потоков часть оставалась, ну, как говорят, в общаке, вот в том самом воровском общаке. Вот все. Если вы думаете, что на место вот этой разветвленной сети не всегда компетентных людей, но лояльных большому руководству придут какие-то честные люди и начнут вот перестраивать страну на демократический лад, для того, чтобы налаживать отношения со всем окружающим миром, нет, вот в это я как раз не верю. Вы столько людей честных там в руководстве не наберете. Друзья, как вы считаете, что произойдет после смерти Путина, но и в целом я знаю, как вы цените рассуждения и слог неповторимый Михаила Ивановича, поэтому обязательно поставьте лайк этой беседе, хочется, чтобы большее количество людей увидело на сегодняшний разговор. Еще поговорим о копилках Путина. Газпром возглавил рейтинг самых убыточных компаний России, об этом пишет Forbes. И вот я общался на днях буквально с бывшим политтехнологом Кремля Ростиславом Мурзагуловым, он так и писал «Газпром», говорит, что так как воруют в «Газпроме», наверное, не воруют ни на одном крупном предприятии мира. В каждую копейку, которую тратит «Газпром», зашит откат. Это личная копилка Путина, этот цитат. Вот хотелось бы, Михаил Иванович, чтобы вы тоже рассказали, поделились своим впечатлением. Во-первых, про причины, почему действительно «Газпром» прям возглавил этот рейтинг, антирейтинг. Ну и во-вторых, действительно ли каждая копейка, тратящаяся «Газпромом», туда зашит вот этот откат, те самые копилки Путина, о которых мы с вами только что говорили. Ну, про откат сразу скажу «да». Но я не знаю, куда это идет. Путину идет, я знаю, что многие люди, которые при «Газпроме» вот кормятся, менеджеры «Газпрома» и даже члены совета директоров «Газпрома», то есть те, кто там наверху, они очень много получают и в виде отката тоже. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателе фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. И откат, естественно, идет еще куда-то. Так, значит, был вопрос убыточности компании. Это несмотря на то, что мы говорим о компании, которая называется «Пао Газпром». Это группа компаний. В нее входит и газовый бизнес «Газпрома», и нефтяной бизнес «Газпрома» в лице «Газпромнефти». Отдельной фактически компанией, но она считается частью «Газпрома». И много еще что. Даже газовые компании, они помимо газа добывают еще и нефть, и конденсат. И это все они реализуют на рынке. И поэтому они, ну да, убыточные они по одной причине. Вот недавно на экране тут у меня появилась физиономия руководителя «Газпрома» Миллера, который сказал, вот в Европе все плохо, они замерзают, это самоубийство энергетическое. Какое самоубийство? От российского газа никто в Европе, ни одна компания, ни одна страна не отказывались. Никакого не было ни бойкота, ни эмбарго, ни санкций против «Газпрома». Не было этого ничего. Вот «Газпром» начал, ну по моим подсчетам, некоторые говорят с 20-го года, а так у меня с апреля 21-го года «Газпром» по указанию из Кремля, вот настоящего босса от Путина, он начал кампанию по замораживанию Европы. То есть вот мы вас оставим без газа, вы замерзнете, у вас рухнет вся экономика, вы на коленях приползете, снимете все санкции, у нас там будет полный мармелад. А этого не произошло. То есть Европа исправилась, она много потратила на то, чтобы в будущем обойтись без «Газпрома», но не потому, что «Газпром» предлагала, а они не взяли. Нет, «Газпром» ушел сам. Это было самоубийство «Газпрома», а не энергетическое самоубийство Европы. Но они предполагали шантаж, правильно, Михаил Иванович? То есть они ожидали, что европейцы будут... И когда меня спрашивают о действенности санкций против России, я говорю, ну против газового сектора России Путин сделал намного больше, чем сделали бы какие-то западные санкции. Он сам взял, лишил «Газпром» огромной части прибыли. И в прошлом году «Газпром» показал, что у него добыча упала на 156 миллиардов кубометров газа в год. Это как раз те самые 155, которые он экспортировал в дальние зарубежья на Запад. То есть он не смог продать газ, который он вполне может добыть. Вот все, все готово, пожалуйста, газ есть, забирайте. Нет, не стали продавать этот газ европейцам. И «Газпром» оказался в заднице. Его «Газпром» – газовый бизнес. И несмотря на то, что прибыль там дали и «Газпромнефть», и другие нефтяные... В общем, нефтяной бизнес там прибыль какую-то дает. А причина этого единственная. Владимир Владимирович Путин, который вот своим шантажом европейцев довел «Газпром» до банкротства. И в «Газпроме» – да. Но то, что это воровская компания, совершенно понятно. Это даже не одна компания. Я вот иногда бывает такое, рассуждаю о нескольких «Газпромах». Первое – это да, вы посмотрите, они добывают газ в тяжелейших северных условиях. Многие проекты там работают. Не только в Оренбургской губернии, а вот где-то там на Ямальском полуострове. Они строят газопроводы. Они налаживают газоснабжение в России. Пусть там не везде, пусть не совсем эффективно, но налаживают. От них очень много зависит. Это да, вот такой монополист. Это компания, которая работает. Там почти полмиллиона человек в штате этой компании. Второй «Газпром» – это «Газпром» политическое оружие, инструмент Кремля. Вот Кремль говорит, скажем, какой-нибудь стране. Вот вы должны нам по политической линии. Вот это мы вам дадим, ну, Венгрии, например. А мы вам дадим скидку на газы и Сербии. То есть вот это политический инструмент. И третий – это механизм для пополнения карманов и политиков вокруг «Газпрома», и самих «Газпромовцев», и, в общем-то, тех, кто к этой воровской схеме причастен. Ну, во-первых, начинаются проекты, которые вообще никому не нужны. Причем, чем больше, тем лучше. Вот у «Газпрома» всегда существовала газотранспортная сеть от северных районов Тюменской области, от Ямальского полуострова, от Ямбурга примерно начиная. И шла она на запад. И построено было столько газопроводов, что мощность их была достаточна для того, чтобы удовлетворить две Европы. Газом вот в тех масштабах. Нет, «Газпром» говорит, давайте мы теперь… Вот у нас новые есть проекты на Ямальском полуострове. Ну, достаточно взять 300 километров, проложить трубы и соединить их с Ямбургом, и оттуда старой сетью пользоваться. Она вполне исправна. Она еще 20 лет проработала бы. Нет, а давайте новый построим газотранспортный коридор оттуда, вот там по северным землям, через Байдорадскую губу 8 ниток газопровода кинем. И дальше вот у нас… Да, а сколько это будет стоить? А стоить это будет… И была в 2008 году принята программа. У меня она есть, копия этой программы, за подписью Миллера, за подписью губернатора Ямало-Венецкого автономного округа. И там есть глава, транспортные системы. Вот на газотранспортную сеть вот этого нового коридора запланировано было использовать 92 миллиарда долларов. Тогда в долларах считали, в твердой валюте. Они ее построили. То есть они ее построили. Это да, вот не нужные никому. Или там, скажем, вот та же самая Сила Сибири. Ну, прибыли от нее абсолютно никакого. То есть фактически Россия приплачивает китайцам за то, что они берут газ. Сколько было украдено из этих 90 миллиардов, как вы думаете? А никто этого посчитать невозможно. Вот я помню, несколько лет назад такой замечательный аналитик, который следил за «Газпромом» Михаил Корченкин, он провел анализ. Средний километр газопровода, который строит «Газпром», и точно в таких же условиях в других странах. У него получилось, что у «Газпрома» на этот километр в три раза больше денег уходит. То есть это кто-то распиливает, кто-то, ну, сначала ненужный проект, потом сметы завышенные со страшной силой. И правильно, вот того, кого вы процитировали, в каждой копейке у «Газпрома» заложены откаты. Ну, это воровство, казнократство. Это вот третий «Газпром», который кормушка для жадных чиновников, для воровской шайки, которая вокруг Путина. Если уж о «Газе» заговорили, в украинском кабинете министров подтвердили, что Украина прекращает буквально в течение нескольких месяцев в начале 25-го года транзит российского газа. Там извинялся премьер Украины, говорил, мы понимаем, некоторые страны зависят от этого источника газа, но, мол, мы рассчитываем на диверсификацию, и, в общем, мы справимся, какие-то варианты найдем. Блумберг писал, что будет терять российский бюджет чуть ли не по 6,5 миллиардов долларов в год. В целом, как вы думаете, во-первых, насколько это серьезный убыток для России, вот остановка этого транзита? Ну, и второй вопрос. Как Россия будет политически использовать эту тему для того, чтобы, ну, вероятно, там, или рассорить Украину с соседями, с теми странами, куда поставляется это топливо, ну, этот газ, да? Потому что, ну, действительно, мы понимаем, что, ну, наверняка еще остались страны, которые так или иначе от этой линии поставок зависят. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Это для меня новость. Почему? Я слышал, что сказал Шмыгаль. Он сказал, что не будет возобновления транзитного соглашения с «Газпромом». Но он не сказал, что прекратится транзит газа. Потому что, я помню, еще раньше выступал Зеленский, он сказал так, да, мы не будем возобновлять это соглашение, это тоже его слова. Кто с «Газпромом» сядет за стол, это компания, которая не выполняет никаких своих обязательств и не уважает собственную подпись под контрактами, под соглашениями. Но он сказал, что ведется работа с западными компаниями. И до сих пор, насколько я знаю, в Киеве рассматривают тот вариант, который вот по нефти проходит сейчас. Ну, дружба, кусок дружбы проходит по украинской территории, через него идет российская нефть. Она идет в Чехию, Словакию и Венгрию по этой ветке дружбы. И никто там не прекратил. Вот были такие попытки прекратить хотя бы нефть одной компании, там, Лукойла, на время прекращали прокачку. А там система такая, то есть нефть покупают еще там на российской и белорусской, там, где-то границе, и нефть это уже принадлежит западному какому-то покупателю ее, то есть компании. И этот покупатель платит Украине за транспортировку этой нефти. Вот та же схема, насколько я знаю, в Киеве обсуждается. То есть по газу. Где-то газ будут покупать на российской территории. И даже были такие предложения обманных схем. Давайте притворимся, что это не российский газ, а азербайджанский. И вот будем его там покупать. А потом у нас, значит, будут эти покупатели западные из Австрии, из Словакии платить уже компании ГТС Украины, газотранспортной сети Украины, за прокачку этого их собственного уже газа по украинской территории. До сих пор, я как понимаю, это обсуждается. Я не понимаю, почему и по нефти, и по газу не принято решение полностью остановить транзит. Потому что по всей арифметике, если и нефть, и газ прекратит свое движение из России через украинскую территорию на запад, Россия потеряет 11 миллиардов долларов. Да, 6,5 по газу, дальше по нефти. То есть это меньше денег будет на ведение войны. Вот от Европы поступать в Россию. Правильно? Правильно. Что потеряет Украина? Украина получает от Газпрома за транзит газа, газа только вот за 230 миллионов, не миллиардов, 230 миллионов долларов в год. Это меньше половины процента ВВП Украины. Вот учитывая ту замечательную военную выгоду, которую Украина получает от прекращения транзита, можно этим поступиться. И есть еще большой плюс в отказе от транзита. Сейчас в той же самой Венгрии, которая получает нефть через Украину, в Австрии, в Словакии сильны антиукраинские и пророссийские лобби. Как только эти страны перестанут получать через Украину вот эти гневки газа из России, их позиции рухнут в этих странах, потому что у них нет, не будет аргумента. Смотрите, давайте помогать Путину, он нас снабжает энергоносителями. Вот как только это исчезнет, у них, но они потеряют свой авторитет в этих странах. Это опять выгода для Украины. И скажите мне, пожалуйста, почему до сих пор не принято такого решения? Потому что, если будет принято, война идет, это форс-мажор, это обстоятельство непреодолимой силы. Значит, Украина не будет, должна платить какую-то неустойку вот этим странам за отсутствие транзита их нефти и газа. Все, война. Война списывает вот эти все. И эти страны не будут платить Газпрому ничего, потому что, извините, тут форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы, мы никакую неустойку платить не будем. Все, все проблемы решаются. Ну что за причина? Я боюсь эти слова произносить, почему такие вещи могут происходить, когда вся логика и арифметика показывают на то, что Украина выиграет от прекращения транзита. Вот все за это говорит. И вдруг принимается решение не в пользу Украины, в Киеве. Вот я боюсь, что будет такое решение принято. По нефти уже приняли. То есть поток нефти из России продолжает идти через Украину в сторону той же самой Венгрии, в той же Словакии, которая, вы посмотрите, как себя ведет на европейской арене, далеко не в пользу Украины. Что это такое? Вы подкармливаете вот это вот лобби Орбана, ФИЦО? Друзья, ваше мнение очень интересно по этому вопросу. Как вы считаете, почему Украина не прекращает этот транзит? Напишите об этом в комментариях. Если лайки не поставили, поставьте уже. Хочется, чтобы действительно такие интересные, важные темы услышало большее количество людей. О нефти давайте продолжим. Кстати, давайте с приятного. Последнее время атаки по нефтебазам осуществляют украинские беспилотники. В Феодосии вот уже пятый день горит нефтебаза, причем, ну, как я понимаю, потушить ее невозможно. То есть пока там не выгорит, в общем, все, что там находилось, так оно вот и будет гореть. Вот это экономические какие-то последствия вообще имеет, как вы считаете, Михаил Иванович? Или это все-таки больше военная составляющая? То есть, да, что это топливо для военных, понятное дело, что это в целом, ну, мы уничтожаем ресурс. А вот если брать как бы стратегическую перспективу, да? Значит, раз уничтожается топливо на территории России, значит, меньше топлива будет и для, не только для военных, но военных-то не обидят. Вот что есть, вот отправят на фронт. Уничтожается топливо, которое должно питать население. То есть на АЗС. Ну, понятно, что людям тоже нужно. И в правительстве... А мораторий, извините, Михаил Иванович, мораторий на экспорт нефтепродуктов еще действует, бензина того же? Вот на бензин действует сейчас пока, да, запрет на экспорт бензина. Но происходит это потому, что в правительстве понимают, что нужно, нужно держать население удовлетворенным с точки зрения, вот, и цен на топливо и всего прочего. Значит, что получится? Значит, нефтяные компании в результате будут больше нефти пускать не на экспорт, сырой нефти, а на нефтеперерабатывающие предприятия, которые еще вот, ну, не взорванные, работают. Там их много все-таки еще осталось. И это пойдет на внутренний рынок, вот то, что нефть они пускают. А экспорт нефти может даже и сократиться в результате. Что произойдет финансово? Правительство возмещает нефтяным компаниям убытки от работы на внутреннем рынке, потому что это убыточно. Во-первых, цены держатся искусственно ниже, чем они могли бы там быть на каждой АЗС. Да, повышаются потихонечку, но они все равно ниже вот коммерческих. И поэтому правительство нефтяным компаниям выплачивает, во-первых, по так называемому гемпферному механизму. Вот туда деньги идут, потом обратный НДС еще идет, и потом инвестиционная компенсация вот по трем каналам. И когда мы оглянемся, вот где-то за полгода батюшки, так правительство из своего бюджета, из государственного бюджета перечислило нефтяникам полтора триллиона рублей, только чтобы компенсировать вот потери на внутреннем рынке. Что это значит? Это значит, меньше денег пошло на войну. Вот когда запасы нефти на территории Российской Федерации уничтожаются, когда уничтожаются инфраструктуры, которая всем этим командует, отвечает за это, то получается, что правительству надо тратить огромные средства для компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок. Так что этот удар еще и по финансовой системе, по российскому бюджету. Да, это очень эффективный удар. Вот, это как раз то, что я хотел, чтобы вы объяснили. Спасибо, Михаил Иванович. По поводу нефти и падения цен, насколько я понимаю, та цена, которую заложили в бюджет на 2025 год, ну, в проект, она уже не соответствует реально. Вот если про перспективы говорить, если вот будет существенно отличаться та сумма, которая заложена за продажу нефти в российский бюджет, ее реальная цена, если она будет существенно ниже, к чему это в итоге может привести? Ну, пока мы видим, что цены на рынке, на мировом рынке, они проявляют. Вот, ну, сегодня я с утра посмотрел, там, 78 долларов за баррель марки Брент. Не так давно, не пару-тройку, недель тому назад, было 68. Ну, известно, что 70 где-то запланировано у нас в российском бюджете на то, чтобы вот сводить бюджет в тех рамках, в которых там запланировали все, с тем дефицитом. И правительство отсчитывает налоги с этой вот нефтяной цены, с виртуальной цены. Они берут, берут вот цену марки Брент, а потом говорят, вот мы объявляем, у нас дисконт будет вот такой. Вот сейчас он примерно 10 долларов, официальный дисконт, который вот берут с нефтяников налоги, с такой цены, которая Брент, минус 10 долларов. Раз Брент сейчас 78, 77, 78, значит, за 68 где-то с этой цены будут брать. И если цена на рынке будет падать, то меньше денег, естественно, поступит в российский бюджет. То есть мы увидим, что недостаточно для того, чтобы сводить бюджет там, концы с концами сводить. пока эффект этот не очень серьезен, но я ожидаю другого развития событий. Это не завтра наступит, не послезавтра, но в России может кончиться запас коммерчески рентабельной нефти. В России нету новых открытий, больших месторождений. В основном нефть добывается из тех месторождений, которые были введены в эксплуатацию еще в 70-е, 80-е годы вот там старые скважины, туда уже закачали много воды, из скважины идет грязная вода и пленочка нефти там сверху небольшая. И чтобы добыть один баррель нефти, нужно уже целую кучу скважин новых пробурить, чтобы высосать оттуда вот эту пленочку. То есть себестоимость этой нефти повышается со страшной силой. И вот рентабельные нефти, если верить специалистам, которые вот совсем недавно в Татарстане была конференция по методам извлечения трудноизвлекаемой нефти, там они сказали, что в стране остались вот запасы такой ну нефти, которая в разработке уже находится и вот от которой надо считать. Они говорят, вы понимаете, что правительство уверяет, что там 9,1 миллиарда тонн нефти осталось вот этой категории А, а мы посчитали коммерчески то, что можно реализовать, цена ее будет ниже, чем с местой бездобычи будет ниже, чем цена реализации, 4,3 десятых. В год Россия добывает полмиллиарда тонн. Вот хватит этого на 8 лет. Через 8 лет в России не будет при нынешних ценах и при нынешних налоговых условиях. То есть или правительство отменит там большую часть налогов, еще можно будет как-то добывать дополнительно эту нефть, или цена должна повыситься на внешнем рынке для того, чтобы этой нефти хватило дольше. А если цена рухнет, если вдруг мировая экономика покажет, что столько нефти ей не нужно, упадет спрос, есть такие сценарии. И цена нефти, как недавно грозили в Саудовской Аравии, может опуститься до 50 долларов за баррель. А что тогда Россия продавать будет? Потому что нефть уже себестоимость вместе с налогами приблизилась к этим 50 долларов за баррель. То есть вы добываете и не получаете за это денег, вы приплачиваете за свою работу на нефтепромысле. Вот еще одна опасность, которая грозит российскому бюджету. Вот от мировой цены и от уровня налогов очень сильно зависит будущее всей российской экономики. Трамп же говорил, что если опустить цену на нефть до 40 долларов за баррель, то у Путина не будет возможности продолжать эту войну. Это популизм или реальность? Нет, это реальность, это действительно реальность, это все соответствует действительности. Я другого не вижу. Для того, чтобы нефть опустилась до такого уровня, вот представьте себе такую картину, Трамп начинает переговоры с саудовцами, потому что вот две главные цены, две главные страны, которые добывают нефть, это Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки. Третья это Россия, вот про Россию у них разговор пойдет. И Трамп начинает объяснять наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Салмановичу, что ты знаешь, вот мы тут хотим Россию наказать, и давай мы вот с тобой выбросим на рынок побольше нефти, чтобы цены упали, и Россия тогда вот обанкротится, не сможет войну продолжать. Ну, теоретически, да, красиво, сговор такой замечательный получается. Надо же что-то предложить тогда. Нет, ну да, там предложат военные сотрудничества, и много чего могут еще предложить. Предложат сотрудничества, когда Россия вылетит с рынка, давайте вот снова установим эту цену, много чего можно там предложить. Но меня смущает сразу несколько обстоятельств. Первое, это в Соединенных Штатах Америки вот есть такая вещь, как для любого руководителя в Белом Доме, есть такая вещь, как национальные интересы они это называют. Есть приоритеты у этих национальных интересов. На первом плане там экономика, это налоговые системы, это безработица, дальше идут мигранты, проблемы мигрантов, дальше идет система здравоохранения, и когда мы доходим где-то до 12-15 места, там вдруг появляется внешняя политика, война на украинской земле, Россия, где-то это далеко-далеко. И вот для того, чтобы Трамп взял и решил, что вот это тоже приоритет, вот надо эту проблему решать, а как? Если он придет и скажет, давайте опустим цену нефти там ниже 40, а что это значит для американской нефтяной отрасли? В американской нефтяной отрасли сейчас, вот по подсчетам, американские же специалисты, для того, чтобы инвестор решил вкладывать деньги в новый нефтяной проект, то есть начать бурить скважины, и оттуда пойдет что-то такое, нефть и газ, цена на нефть должна быть не ниже 60 долларов, вот если ниже 60 долларов, он не придет и деньги не вложит, а тут вдруг Трамп якобы вот по нашему сценарию предлагает, давайте мы на какое-то время опустим эту цену на нефть ниже там вплоть до 40, но не проходит такой сценарий, он красивый, выглядит как сговор, заговор, как угодно против России, но когда мы смотрим на практическое его выражение, ну вот не играет такое. Понимаем, что много денег на войну Путин тратит из фонда национального благосостояния, в Украинском национальном институте стратегических исследований заявили, что по их подсчетам уже во второй половине 25-го года обнулиться может этот фонд, так убышка условно, потому что военные расходы нарастают, дефицит бюджета уже на уровне 3, 3 триллиона рублей, ну и в целом, что даже вот если о нефти брать, как я понимаю, там же после какой-то цены, грубо говоря, там часть идет фонд национального благосостояния, до этого там тратится условно, то есть в кубышку в эту не идет, и вот очень мало поступлений этих. Вот Михаил Иванович, довольно такая оптимистичная, оптимистичный прогноз про то, что обнулиться во второй половине 25-го года, насколько вы его реалистичным видите? Я не очень с этим соглашусь, потому что недавно были разговоры у меня с ведущими российскими, которые живут за границей, и они такого сценария не видят. Наоборот, они считают, что вот эта экономика, военная экономика в России, военные бюджеты, они могут довольно долго протянуть еще. То есть, несмотря на все проблемы, вот рассчитывать на то, что в кубышке деньги кончатся, и российская экономика накроется медным тазом, я бы не стал. Не, ну одно дело бюджет и экономика, другое дело, как я понимаю, ну вот это копилка, в которой деньги накапливались, и вот насколько оттуда уже много вытащено, или никто не знает? А нет, она опустошается, а потом снова наполняется, потому что деньги все-таки приходят. Затем есть такие инструменты, как девальвация рубля. Вот уже, по-моему, вчера или позавчера я посмотрел на бирже Форекс, там рубль уже выскочил, 100 рублей за доллар, уже даже больше стало. То есть, вот это одна из мер, которые, ну еще есть другие инструменты, но в принципе деньги напечатают, деньги потому, что расходуются со страшной силой, вот там уже за одного контрактника где-то обещают по 3 миллиона рублей платить, но вот эти деньги на войну тратятся со страшной силой. Но самое-то интересное, если мы посмотрим, что оказывается в России экономика, то она не, там самая главная проблема – это рабочая сила, вот ее не хватает. Ее сильно на себя оттянул военно-промышленный сектор, а если мы посмотрим объемы строительства, гражданского строительства, в том числе в регионах, они очень быстро растут и туда вкладываются какие-то деньги. То есть, вот хочется, конечно, увидеть такой сценарий, когда у России кончатся деньги и прекратится война, но вот не получается пока. То есть, надо что-то еще делать. На мой взгляд, единственный способ вот каким-то образом выдержать и добиться победы Украины, а я всем сердцем желаю победы Украине в этой войне, это на поле сражений. Это вот не рассчитывать на то, что на нефть, на нефтяные цены или на политику Трампа в отношении России, а это вот, это война. И спасибо вам за вашу поддержку, Михаил Иванович. Друзья, ваши мысли по этому поводу оставляйте в комментариях. У нас напоследок еще о Ближнем Востоке хотел бы поговорить. Нас много смотрят из Израиля. Эта тема очень интересна всем. И в целом, вот, давайте, знаете, с чего начнем? Путин уже день рождения был. И вот его поздравило исторически маленькое количество мировых лидеров. В общем, позвонил только Эрдоган, а еще семь там отделались открытками, условно. Ну, там Лукашенко что-то привез в подарок еще какой-то секретный. Не поздравили никто из таких, ну, союзников ключевых, да, ни Китай, ни Северная Корея, ни Иран. И вот тут мы можем плавно перейти к теме Ближнего Востока. Как думаете для начала, почему действительно вот эта троица никто публично, по крайней мере, поздравить Путина с днем рождения не захотел? Ну, стыдно же. Во-первых, тот же самый Иран. Ну, у него, несмотря на такую риторику антизападную, антиамериканскую, антиизраильскую, вот там по-прежнему, я очень внимательно слежу за тем, что в Иране происходит, но даже обновил свой немножко закоснелый персидский язык и слушаю постоянно высказывания этих всех деятелей и проправительственных, и антиправительственных, и этого много, все идет через сеть. Но смысл, если вот общее ощущение, что иранское руководство, несмотря на грозные лозунги, оно ищет возможности диалога с Западом. потому что терпеть дальше вот эту экономическую ситуацию, когда инфляция у нее в год 70%, когда население уже начинает стонать из-за того, что того не хватает, этого не хватает, вот все тяжелее и тяжелее живется, контроль над этим населением уже все труднее осуществлять, осуществлять, мы это видим. То есть вот на иранских улицах, опять же, женщины без чадры и без всякого платка на голове, их все больше, больше и больше. Вы смотрите свежие клипы с улиц маленьких городов, не только Тегерана, где они разгуливают, где играет музыка, где песни, пляски, уже вот этого шариата, их напугал шариат, который на 100% установили в соседнем Афганистане, где женщина превращена в домашнее животное. И вот иранцы этого не хотят. А как вот их заставить? Это нужно как-то повысить экономическое улучшить экономическое положение населения. А для этого без сотрудничества с Западом, без снятия части санкций, ну ничего не получится. Вот они для удовлетворения всяких ястребов своих пускаются на всякие ответные удары, на ракетные обстрелы из Израиля, но видят, что теряют там позиции тоже. и они сейчас сидят по норам, вот эти руководители Исламской Республики и Ирана, боятся ответных мер Израиля. Их припугнули, что ответ будет такой, что вы даже не заметите, потом будете последствия подсчитывать, что из этого получится. И сидят, там паника, там боятся страшно в руководстве Ирана. Тоже кричат, мы тут всех победим, но на самом деле, что наш ответный удар будет ужасен. На самом деле, там очень этого боятся. И чего они страшно не хотят, это обострение обстановки в регионе, вот распространение этого всего конфликта на те страны, которые не завязаны в конфликтах с Газой, Ливаном, там вот израильскими этими делами. Эмиссары иранские едут в арабские страны, в Саудовскую Аравию, в Катар. О чем ведут переговоры? Угрожают, что если будут нанесены удары по иранской нефтяной отрасли, по инфраструктуре, то будут удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и так далее. То есть, Иран может перекрыть движение нефти из Персидского залива, это где-то 25% мирового рынка нефти. То есть, они угрожают этим, потому что им страшно не хочется терять свою собственную линию экспорта контрабандной нефти в Китай. Если они ее потеряют, то они отомстят всем остальным нефтяникам. Ну вот, кстати, тут тоже интересно, ведь, ну вот сейчас буквально либо в эти минуты, либо в ближайшее время будет встреча между Путиным и президентом Ирана, там главная тема, как сказал Песков, конечно, война на Ближнем Востоке, мы помним, как отреагировал Путин и на операцию сил обороны Израиля против Хизбаллы, и на обстрел Израиля с стороны Ирана, там выезжал посреди ночи на экстренные какие-то совещания в Кремль, и после этого была же информация про то, что израильские военные обнаружили на территории Ливана схроны с российским оружием, после этого приземлялись какие-то самолеты с гуманитарной помощью в Ливан, ну а что там в этих самолетах, черт его знает, потому что мы в Украине прекрасно знаем, как заезжали гуманитарные конвои через неконтролируемый участок границы Донецкой области с Россией, да, и что завозили туда боевикам оружие с сепаратистам, мы это тоже все прекрасно знаем. Однако вот тут у Путина получается два варианта, с одной стороны повышение цен на нефть, слушайте, но если Израиль разбомбит иранские условно месторождения, да, или НПЗ, хорошо, поднимут цену на нефть, а с другой стороны, если Иран полностью в эту войну втянется, то наверняка прекратятся поставки вооружения, боеприпасов, беспилотников, от которых Путин зависит. И вот вроде как такая неоднозначная ситуация. Ну давайте так сформулирую, как вы считаете, Путину война на Ближнем Востоке более глобальная, с полномасштабным противостоянием Ирана и Израиля необходима или все-таки не нужна? Нужна, конечно. То есть это, во-первых, нефтяные цены, во-вторых, это когда другие страны будут заняты этой войной, тогда уже меньше будут обращать внимание на то, что происходит посередине Европы, где ведется жуткая совершенно война. Что касается президента Ирана, Масуда Пизешкияна, то первое, это не надо называть его демократом, реформатором, либералом, там и бог знает кем, потому что он полностью подчинен духовному лидеру Ирана, Али Хаминеи, вот он без его решения, он, как я всегда говорю, в носу не поковыряет. То есть, вот это раз. Второе, мы уже слышали от него объявление о том, что никаких ракет, никакого баллистического оружия, вот всего этого в Россию при нем поставлять, при его должности как президента не поставлялся, поставляться не будет. Вот он уже громогласно об этом объявил. Это часть его заигрывания с Западом, он должен показать Западу, что вот Иран готов, как они говорят, к конструктивному диалогу. Путин, вероятно, будет попытаться вот каким-то образом это все аннулировать и что-то такое пообещать. А обещать ему особо нечего, потому что, когда Путин начинает разговаривать о том, что вот Иран выручит Россию, через Иран пойдет поток газа российского на экспорт, поток нефти российской на экспорт, то он просто, наверное, не понимает, что в Иране и нефти, и газа больше, чем достаточно, и для него надо, главная проблема это найти покупателей, то есть, а он еще будет покупать для российского и газа, для российской нефти, искать через свою территорию, все это пропускать, да не будет этого никогда, это конкуренты на этом рынке, то есть, тут надо отличать вот путинские абсолютно некомпетентные обещания и заявления о сотрудничестве с Ираном, а в чем там особо сотрудничать-то, это абсолютно непонятно, то есть, у этих стран серьезного сотрудничества нет, ну да, вот можно иранские баринованные огурчики купить в московских магазинах, можно фисташки там из Ирана где-то покупать, а, ну, шахеды, да, вот это прошло еще при предыдущих президентах Ирана, насколько дальше это будет, сказать мне сейчас трудно, построили, вот и завод в Алабуге работает по сборке этих шахедов, там какие-то африканцы даже, по-моему, на сборке на это и работают, но серьезного расширения военного сотрудничества я не вижу между Россией и Ираном, у Ирана другие интересы, это вот тот самый конструктивный диалог с Западом, Россией, они, Запад только пугают, вот смотрите, если вы не пойдете с нами на сотрудничество, мы тогда подружимся с Россией, вот российская роль, она только вот пугала, жупел, вот такой, Путин это жупел. Прекрасный финал нашей беседы, на этих словах сегодня будем ставить троеточие, Михаил Иванович, спасибо вам большое, что как всегда помогаете разбираться простыми словами в сложном, Михаил Крутихин сегодня к нам присоединялся, друзья, уверен, вам было также интересно, лайки поставьте, пожалуйста, Михаил Иванович, благодарю вас. Вам спасибо и всего доброго. До новых встреч, до свидания.